Друзья, добрый день! Сегодня речь пойдет о вот таком вот симпатичном комодике, который появился у меня на рабочем столе. На самом деле, я думаю, что многие знают, многим, вернее, знаком его внешний вид. Правда, обычно рукодельницы хранят в нем косметику, вернее, не рукодельницы, а все нормальные девушки хранят в нем косметику. А я решила приспособить вот такой вот симпатичный комодик под аксессуары для вышивки и для рукоделия. Состоит этот комодик из двух частей. Верхняя часть снимается вот так вот, крышечка, и, собственно, нижняя часть, этот сам комодик. В первом выдвижном ящике, вот он такой большой, я разместила все свои констовары, которые нужны мне для работы с вышивкой. Это маркеры для отметок на схеме, это всякие ручки, записалочки. Маркер для отметки выполненного бэкстича, в общем, все-все-все, стяженечки для обычного канцелярского карандаша. Биндеры вообще, все, что у меня есть, канцелярского, все, что мне надо каждый день, все поместилось ниже ящика. Второй ящик – это мои аксессуары, которые нужны мне для работы именно с тканями. Ну, во-первых, не совсем с тканями, да, это, во-первых, это вот лупа такая для схем. Сейчас я ей не пользуюсь, она мне очень хорошо выручила, когда я работала с набором Dimensions. Я, наверное, в ближайшее время еще какой-нибудь маленький наборчик отошью после всех своих задумок, поэтому она мне еще понадобится, я ее никуда не ликордирую. Значит, вот такой вот аквамаркер от Prim, клеевой аквамаркер, отличная штука, мне он очень нравится и очень помогает в работе, не только в вышивке. Дальше маркер голубой, обычный, для разметки канвы, я им пользуюсь немножко совсем, только на краях кромочных, в тех местах, которые будут закрыты в любом случае багетом. И вот такой вот маркер водяной для того, чтобы смывать вот такую вот разметку. Я его купила в надежде, что он у меня очень будет полезен, потому что планировала активно пользоваться вот этим маркером, но на самом деле вот эта штука лежит сейчас бесполезно, а эта, потому что я стараюсь размечать все-таки мононитью. Вот, она все-таки более безопасна. Ну и тут вот небольшой крючочек, совсем маленький, 0,5 мм, я им иногда заправляю ниточки, если остаток ниточки такой криминальный, что уже уголкой заправить невозможно. Ну и далее. Самый верхний уровень ящичков у нас состоит из двух, если нижние были цельные вот такие ящички, то нижние два ящичка. В первом у меня лежат карты памяти для фотоаппарата, запасные иголочки, вот здесь вот лежат иголочки у меня для бисера, я им делаю бэкстич. Ну и губная помадка, потому что я стараюсь держать при себе всегда вот эти вот вещи, бальзам для губ и крем для рук, я без них не отхожусь. Ну и сантиметровая лента, вообще с этим приспособлением для работы у меня вечно беда, я их все время теряю, куда-то кладу в какие-то коробки, забываю про них. Здесь все лежит всегда в одном месте и очень легко мне найти. Я точно знаю, что где у меня лежит сантиметровая лента. Ну и второй ящичек, здесь мои вышивальные помощники, их всего четыре, вот это то, чем я работаю каждый день, чем пользуюсь каждый день. Магнитная иголочка, игольница ТУБУС, вот такой вот нити-вдеватель от ДМС, ножнички-цапельки. Четвертый, самый противный, весь сломанный, переломанный распарыватель. Надо мне его заменить, потому что он уже у меня притупился и выглядит вообще очень неказисто. Он со мной лет 10 уже, вот не поверите. Слава Богу, что он требуется мне не так часто, как остальные все приспособы. Только поэтому он еще жить. Мне кажется, я бы его давно уже раскручила и куда-нибудь выкинула, если бы каждый день им пользовалась. И да, вышивки, конечно, с приходом разметки в мою жизнь, я им пользуюсь и меньше и меньше. В основном он мне нужен, чтобы распороть шовчик какой-нибудь в шитье или вспомогательную ниточку убрать в вязании. Все. Вот такой вот простой комодик. Давайте перейдем ко второму этажу. Второй этаж у меня пока совершенно не организован. Я только думаю, что мне с ним делать, как что тут расставить. Я на самом деле не очень люблю открытые вот такие вот полочки или органайзеры. И, в принципе, планирую его убирать на неделю в шкаф, чтобы он не пылился. Оставлять на столе только вот закрытый вот этот вот комодик. Но все равно надо мне тут организовать. Я пока думаю, что мне сюда поставить. Значит, здесь пока разместились все мои молониточки. Вот черная уже открыта. Белая еще нет. Я, по-моему, белая тоже уже что-то делала, пользовалась. Мне кажется, что вот этого количества мононитей хватит мне на всю жизнь. И вообще я не знаю, зачем я купила Мадейровскую. У меня, в принципе, очень устраивает мононитя от Гамма. Она хорошо работает. Ее надолго хватает. Но уж купила, пусть будет. Стоит. В общем, пока здесь мононит стоит. Катушечка ниток от Кутерман. Купила. Попробовать. Расскажу обязательно в покупках, зачем, для чего. И вообще, куда мне такие дорогущие нитки. 350 рублей стоит. Вот, моток ниток в рознице, если смотреть. Дальше. Тут всякие полезные визиточки. И вот этот всем знакомый вам инструмент. Он сейчас у меня очень сильно в ходу, потому что я начала собирать ниточки для барея. Периодически подкупаю, закупаю и перематываю. Картонные шпульки от Химлайн стоят здесь, потому что у меня закончились пластиковые. И мне надо было срочно для зимнего настроения организовать пару цветов. Пока временно на вот такие вот картонные. Хотя картонные я в основном хранение не использую. Только пластиковые. Но вот пока нет, я держу. В общем, вот у меня предстоит такая работа по организации. Не входит никуда эта катушечка. Здесь раньше у меня жили лаки. В этом жила косметика. Ну, знаете, она так вольготно очень располагалась. Там одна моя несчастная палетка с тенями на всю вот эту вот нижнюю полку. Вот, да, как-то чересчур. В общем, появился у меня блокнотик. У противницы блокнотов появился блокнотик. Мне его подарили. Я не стала его отдавать дочке, как обычно делала, потому что он очень красивый, он очень стильный. Он дизайнерский. Это Крейг Козак. Он достаточно известный иллюстратор. Изображена здесь птица Ворон. Ворон это самая умная птица с маятником времени. И мне кажется, это очень символично. Я люблю умных. Поэтому я его себе оставила. Пытаюсь как-то планировать видео. И вообще он для эскизов у меня предназначен. То, что я не могу вести в телефоне. Ну, я не могу в телефоне нарисовать какую-то модель, которая мне понравилась, или задумку. Буду фиксировать сюда, показывать не буду, потому что вы тогда будете ржать до конца дня. И вот что хорошо, еще в этом блокнотике есть конвертик уже специально склеенный. Я туда собираю чеки, чтобы потом в конце месяца ужаснуться. Вот такая новая у меня организация. Вот таким образом выглядит мой новый рукодельный комодик в сборе. Он очень маленький, компактный. Сейчас я его сравню со своей рукой. Вот, чуть больше ладошки получается. Рядышком очень хорошо по цветам вписался мой маленький дизайн, вышитый от Mill Hill. Я его вышивала в Праге, а не в одной цветовой гамме. Нашла я дома какую-то рамочку. Решила ничего не выдумывать, ставила вот как есть. Ну, поскольку этот дизайн, он с использованием бисера, то при взгляде на картинку создается полное ощущение, что она закрыта стеклом. Бисер очень красиво переливается, создает нужный объем. Ну и, в общем, это такой маленький небольшой сувенирчик настольный, который много места не требует. А в памяти освежает очень хорошо впечатление.